Добрый день, слушаю вас. Проблема коронавирусной инфекции все еще остро стоит в городе Магадане. О том, для чего нужна вакцинация и что такое коллективный иммунитет, рассказали сегодня студентам в горно-строительном колледже. Сейчас новый штамп, микрон, вспышка которого произошла в феврале этого года, конечно, протекает не так, как первые. Студенты поделились своим видением о том, как можно себя обезопасить. Можно носить специальные перчатки, можно носить маски, непосредственно использовать несколькие антисептические средства и пытаться огородиться от людей, которые непосредственно болели данной заболеванием. О том, что самое важное следует донести до молодежи, рассказала Лейла Антропова, врач-клинический фармаколог, заведующая дневным стационаром городской поликлиники. Самое важное, это чтобы подростки и люди молодого возраста занимались профилактикой. Основной вид профилактики – это, конечно же, вакцинация, для того, чтобы препятствовать распространению коронавируса. Также было отмечено, что коллективный иммунитет при достижении 90% вакцинированных снижает риск заболеваемости. Любовь Голимбиовская, Олег Калугин. Магаданское время. В Металисте молодым семьям вручили свидетельство на приобретение жилья. В прошлом году сертификаты получили 100 семей, в этом уже 150. Жители Магадана и округов получают возможность купить или построить дом. Финансирование увеличили в 17,5 раз, а это более 110 миллионов рублей. Некоторые семьи уже даже присмотрели жилье. Цель программы – обеспечить молодых людей жильем, а значит, поднять демографию области. Я хотел бы поздравить, во-первых, всех тех, кто в этом году получает эту поддержку. Пожелать вам счастливого новоселья, так или иначе. Я уверен, что оно будет. Со своей стороны хочу заверить и город Магадан, и вас, и молодые семьи. Мы эту программу будем поддерживать, как бы тяжело бы нам не было, потому что считаем ее приоритетом. Стать участником программы может молодая семья. Требования следующие. Возраст каждого из супругов, либо одного родителя в неполной семье не более 35 лет. Также семью должны признать нуждающимся в жилье. Сейчас в списке участников более 300 молодых семей. Все, кто сегодня был в этом зале и кто получает финансовую помощь в программе по правильным домам для молодой семьи, это все люди, которые нужны Северу, нужны Магадану. Я думаю, что и дети, как и они, влюбятся и будут создавать здесь семьи, а родителям помашут ручку, они уедут на юг в теплые края, когда наступит достойный возраст. Поэтому успехов. За время действия программы на территории Колымы выплату получили почти 700 семей. Консультацию по вопросам приобретения жилья можно получить в управлении по учету и распределению жилой площади мэрии Магадана.